Сумка почтальона слегка полегчала в пору электронных писем и подписок на интернет-издания. Хотя в молодости пришлось даже подкачать мышцы, разнося килограммы писем и газет, рассказывает почтальон с 30-летним стажем Надежда Белова. Работы хватает, ведомственные письма, пенсии, телеграммы. Для людей на своем почтовом участке она самый долгожданный гость. Они всегда радуются, радуют меня видеть. Все новости знаем мы, все новости. Их хорошие, плохие, все новости, они свое, а я свое. Почтальоны, операторы, водители, профессиональный праздник отмечают почтовики. Российской почте больше тысячи лет. Первые упоминания датируются концом 9 века. В 15 веке сеть почтовых станций охватила всю страну. Почта России сегодня это 42 тысячи почтовых отделений, 2,5 миллиарда писем в год, порядка 140 миллионов посылок и более миллиарда газет и журналов. Почта России выполняет важнейшую социальную миссию. Она объединяет людей. Она объединяет людей, которых разделенных расстоянием и временем. Для некоторых почта остается сегодня единственным способом связи. В этом году почтовики удостоены различных наград федерального и регионального значения. Среди них 168 самарцев. Это, прежде всего, свидетельство того, что труд ваших коллег, ваш собственный труд обеспечивал то качество подачи информации, то качество коммуникации, то качество связи, который был отмечен на самом высоком уровне. На достигнутом почтовики не останавливаются, идут в ногу со временем. Развивают сеть почтовых отделений, осваивают современные технологии, внедряют новые услуги. Марина Матвеична, Артем Сулайманов, События.